OnePlus 7T и OnePlus 7 Pro. На этот раз компания OnePlus, выпустив обновление 7-ки, подобралась очень близко к флагманской версии предыдущего поколения, и в данный момент они обе находятся в продаже. Так какой выбрать? Новенький 7T или более старый, но находящийся выше по рангу 7 Pro? Давайте разбираться. Ну а от вас я конечно жду мнения в комментариях и подписки на канал. А ещё не забывайте участвовать в розыгрыше Xiaomi Mi 9 Lite и смарт-часов MS FitBip. Подробности по ссылкам в описании. Начинаем. По традиции сперва обсудим цены. На момент записи ролика в Китае OnePlus 7T продолжает дешеветь. И его уже можно найти за 465 долларов за 8128 и 495 за 8256. Сейчас думаю уже лучше дождаться распродажи 11.11. Цены могут стать ещё ниже. А чтобы купить аппарат с реальной скидкой, я хочу порекомендовать вам использовать расширение для браузера AliTools, которым пользуюсь сам. Тут очень легко отследить изменения цены. Посмотрите, как сильно упал 7T с момента старта продаж. И думаю это не конец. OnePlus 7 Pro в базовой версии 6128 стремительно уходит из продажи. Но пока его ещё можно найти за 540 долларов. И вот уже здесь видно, что недавно цена была ниже, а сейчас подросла. Вариант 8256 продаётся за 600 долларов. Часто продавцы поднимают цену прямо перед распродажей. И в момент её начала делают якобы скидку 30-40%. Хотя на самом деле цена до распродажи была такой же. AliTools поможет вам отследить движение цены за последнее время. Можно выбрать период 3 месяца и даже полгода. Также можно добавить товар в избранное. И если цена на него упадёт на 5%, вам придёт уведомление. Плюс вы можете проверить надёжность продавца во вкладке «Рейтинг продавца». А ещё в разделе «Похожий» сервис подберёт для вас предложения от других продавцов. Возможно, более выгодные. Сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании. Переходите, скачивайте и устанавливайте. Это действительно весьма полезное расширение, которым лично я пользуюсь очень давно. Что касается стоимости на нашем рынке, то OnePlus 7T всё ещё не добрался до России. Хотя, думаю, ждать осталось совсем немного. OnePlus 7 Pro есть в продаже. Стоимость от 38 тысяч за 628 и от 40 тысяч за 8256. Давайте разбираться, насколько сильно они отличаются. Комплектация одинаковая. Кабель USB Type-C для зарядки, мощные 30-ваттные блоки питания и силиконовые чехлы. Чехлы также одинаковые, из плотного силикона. Хорошо закрывают и края, и модуль камеры. Хотя, конечно, и достаточно сильно увеличивают габариты и без того немаленьких смартфонов. Далее внешний вид. Спинка OnePlus 7T вызывает смешанные эмоции. Кому-то она нравится, но большинство всё же смущает массивная шайба, обрамляющая модули камер. Хотя я за более чем неделю использования совершенно привык. И она мне стала даже нравиться. 7 Pro в этом плане смотрится более изящно, хотя и менее узнаваем. Правда, отмечу, что есть у компоновки 7T и плюс. У Pro версии, когда вы достаете телефон, то можете коснуться пальцем телевика. Придется протирать его перед съемкой. У 7T же палец ложится на вспышку, не касаясь самих камер, расположенных горизонтально. Цвета обеих моделей нравятся. 7T доступен в сером и голубом. 7 Pro в белом, синим и сером. У 7T покрытие немного более глянцевое. Чуть светлее, больше бликует на свету и больше собирает отпечатки. Но и тот и другой производят впечатление. Цвета действительно классные. Спереди OnePlus 7 Pro без сомнений смотрится эффектнее и интереснее. Сверху тут никаких вырезов, капелек и бровей. Фронталка выезжает из верхней грани. Нижняя кромка примерно равна таковой на 7T. Но при этом у прошки экран еще и изогнут по краям. Тогда как у 7T он прямой. Об экранах подробнее чуть позже. У обоих вариантов есть и плюсы и минусы. Спереди 7T почти не отличается от 7-ки. Разве что капля стала чуть-чуть меньше. Но в целом он похож на огромное количество аппаратов из разных ценовых сегментов. И если глядя на 7 Pro у людей часто возникает вау-эффект и они спрашивают, что это за модель, то 7T при взгляде спереди подобной реакции не вызывает. Смартфон как смартфон. Что касается удобства хвата, то преимущество однозначно на стороне 7T. Несмотря на, казалось бы, схожую диагональ, дело тут в разном соотношении сторон. 19,5х9 у Pro и 20х9 у 7T. В итоге новинка имеет более узкий корпус. 74,5 мм против 76 мм. Толщина также меньше. 8,1 мм против 8,8 мм. Да и экран тут плоский, что также положительно сказывается на удобстве хвата. Так что по данному параметру 7T впереди. Касаемо разъемов, никаких отличий нет. У обоих в наличии только USB Type-C для зарядки. Ни миниджека, ни ИК-порта, ни светового индикатора уведомлений нет ни там, ни там. Тут снова посетую на обрезанный Always-On Display или Ambient Display, как угодно, который нельзя заставить работать постоянно. Он загорается только если пришло уведомление или вы взяли телефон в руки. Так что когда он просто лежит на столе, вы не сможете понять, пришло ли вам какое-либо сообщение. Сканер отпечатка пальцев у обоих в экране. Работают весьма корректно, быстро и точно. Хотя периодически приходится прикладывать палец повторно. Технология пока все же не идеальна. На 7T им пользуешься реже, так как камера не скрыта и срабатывает разблокировка по лицу. Можно включить подсветку ночью, но я быстро ее вырубил, так как бьет по глазам. И иногда срабатывает тогда, когда этого просто не ожидаешь. У 7 Pro камера выдвижная. Я лишний раз гонять ее и проверять на прочность не хочу, так что разблокировку по лицу отключил. Далее дисплей. Тут отличий немало. У обоих AMOLED матрицы. Оба поддерживают 90 герцовую развертку. Но на 7T экран имеет диагональ 6,55 дюйма. Соотношение 20 на 9 и Full HD плюс разрешение 2400 на 1080 точек. У 7 Pro диагональ и разрешение выше. 6,67 дюйма при 19,5 на 9 и 3120 на 1440 точек. Плюс к этому экран изогнут по краям. Скажу так, высокое разрешение 7 Pro я считаю избыточным. В целом заметнее потери в автономности, так что я обычно вручную выставляю Full HD плюс. Изогнутость я вообще отнесу к минусам. Мало того, что держать аппарат менее удобно, так на изломе экран нещадно бликует на ярком свету. Но информация действительно воспринимается из этого хуже. И я очень рад, что на 7T экран плоский. Хотя отмечу, что ложных нажатий на 7 Pro у меня не возникает. Но есть один весьма забавный момент, связанный с обновлением оболочки. В Oxygen 10 при активации жестового управления действие назад теперь такое же, как у большинства других оболочек. По свайпу от боковой грани. Тогда как раньше было по свайпу снизу слева или снизу справа. Так вот, при использовании родного плотного чехла с мощными гранями, на прямом экране 7T сделать это не всегда получается с первого раза. Конечно, к этому привыкаешь. Но лично мне снизу свайпить было удобнее. А вот на 7 Pro такой проблемы нет. Потому как излом экрана вплотную не прилегает к кромке чехла. Благо, это мелочь. Потому как в Oxygen всё-таки оставили возможность выбрать вариант жеста снизу. Правда, почему-то на 7T этой опции пока нет. Но думаю, и сюда скоро добавят. Касаемо минимальной и максимальной яркости, дисплей находится примерно на одном уровне. Причём очень хорошем. Если включить ночной режим, то можно вообще сделать яркость близкой к нулю. Прекрасно. Максимальная яркость также хороша. Правда, отмечу, что и на 7T, и на 7 Pro в авторежиме аппараты не слишком спешат её поднимать выше стандартного максимума. Тоже скажу и о величине коэффициента пульсации. Она и без активации DC Dimming на данных аппаратах невелика. На 7T до 50% яркости она не превышает 7%. При четверти яркости коэффициент заметно вырастает. До 100%. И тут как раз DC Dimming приходит на помощь. С его активацией на четверти яркости коэффициент пульсации падает до 25%, что уже вполне приемлемо. 7 Pro при активации DC Dimming показывает примерно такие же показатели. Так что шим на данных аппаратах можно особо не бояться. По поводу влияния на изображение отмечу лишь, что белый цвет становится чуть розоватым. Но это если придираться. При повседневном использовании в глаза это в общем-то не бросается. Равномерность изображения сравнима. И каких-то ужасов я не наблюдал. Всё весьма хорошо. Единственное, под углами экран 7 Pro прямо сильно лучше. 7T характерно для AMOLED переливается радугой. А вот на прошке никаких изменений и падения яркости. Топовый дисплей по всем параметрам. В целом, оба экрана мне понравились. И при повседневном использовании разницы я особо не вижу. Но технический дисплей 7 Pro конечно лучше. Больше разрешения, лучше ведёт себя под большими углами. Если говорить о звуке, то отмечу, что оба аппарата имеют классные стереодинамики. По качеству они примерно одинаковы. Но 7T играет даже громче старшего брата. В наушниках у обоих всё хорошо с запасом по громкости. Ещё бы вернули в комплект переходник на джек 3.5 мм. Вообще было бы прекрасно. Теперь, что касается производительности. 7 Pro функционирует на топовом чипе предыдущего поколения. Snapdragon 855 с графикой Adreno 640. Версии памяти 3. 6.128, 8.256 и 12.256. 7T получил обновлённый процессор с приставкой плюс и той же графикой. Версии памяти 8.128 и 8.256. У обоих быстрая основная память UFS 3.0. Слот под сим-карты двойной, без поддержки карт памяти. В Antutu 7T чуть впереди. 475 тысяч баллов против 446 у 7 Pro. За три прогона оба ведут себя хорошо и почти не просаживаются по баллам. При этом весьма забавно то, что в троттлинг-тесте 7 Pro не только показывает немного большее количество гигафлоп с производительности, но и греется меньше. Причём на 3 градуса. Как итог, в самых тяжёлых играх он также греется чуть меньше. Но, тем не менее, играть на обоих очень комфортно. Никаких проблем. А в чуть менее требовательные игры, тот же PUBG Mobile, оба выдают стабильный 60 FPS и равный нагрев до 40 градусов на батарее. В общем, касаемо игр, разница несущественная. И оба аппарата безо всяких, но я назову игровыми. В оболочке разницы вы не заметите вовсе. Оба работают на новенькой Oxygen 10, основанной на Android 10. На канале есть подробное видео об этой оболочке. Тут останавливаться подробно не буду. Единственное, отмечу, что ряд пользователей жалуются на некоторую сырость прошивки и определённые баги. К примеру, у меня пару раз не загорался Ambient Display при взятии телефона в руки. Но уже несколько дней я не наблюдаю подобной проблемы. Был момент с полоской управления, что в тёмном интерфейсе она оставалась белой. Вроде бы исправили. И ещё, при выделении текста я не мог двигать ползунок. Но тут не знаю, возможно, дело было в самой Google клавиатуре. Сейчас всё в порядке. В любом случае, с учётом скорости получения обновлений на OnePlus, думаю, все недостатки устранят в самое ближайшее время. Да и сами косяки, ну, совсем безобидны. Понятно, что дело тут в новом Android. Кстати, напишите в комментариях, есть ли у вас проблемы на Oxygen 10. Теперь об автономности. 3800 мАч U7T и 4000 U7 Pro. Тут скажу так. В стандартных замерах разницы между ними почти нет. За полчаса просмотра YouTube на средней яркости оба тратят по 4% батареи. Полчаса игры в Shadowgun Legends. 18% у 7T. И 17 на 7 Pro. А вот при повседневном использовании 7T поначалу не впечатлил. У меня выходило по 4,5-5 часов экрана максимум. Прилетела пара обновлений. Мне удалось выбить и 7, и 8 часов от одного заряда. Правда, мобильный интернет я в эти дни использовал мало. Думаю, аппараты при равных параметрах дисплея должны показывать плюс-минус одинаковые результаты. Просто, возможно, Oxygen 10 пока ест чуть больше заряда, чем хотелось бы. 7 Pro я как следует на ней не попользовался. На предыдущей версии у меня выходило 6-8 часов при Full HD разрешении. И около 5 при Quad HD. В общем, автономность не назову прямо сильной стороной этих гаджетов. Она нормальная, но не рекордная. Те же Honor точно живут подольше. Ну и конечно, если вы выставите 90 Гц, аккумулятор будет уходить ещё чуть интенсивнее. Хотя я не сказал бы, что прямо сильно. Всё-таки 90 Гц работает только в меню, приложениях и браузере. В играх и при просмотре видео аппараты переключаются на развертку 60 Гц. Заряжаются смартфоны очень быстро. 7T пополняет 72% за полчаса и 100% за час. 7 Pro почти не отстаёт. 62% за полчаса и те же 100 за час. Тут всё просто прекрасно. Только жаль, что ни тот, ни другой так и не получили поддержку беспроводной зарядки. Далее камеры. У обоих тройные модули. 48 Мп основные с оптической стабилизацией и f1.6 и 16 Мп ширики одинаковые. Телевики разные. 12 Мп с двукратным зумом у 7T и 8 Мп с оптической стабилизацией и как бы трёхкратным зумом у 7 Pro. Посмотрим на результаты. В ясную погоду разницу найти очень сложно. Иногда чуть отличается цветопередача. На 7T цвета более тёплые. При этом детализация и работа со светом на одном уровне. И лично я отличий между кадрами на эти смартфоны не вижу. Выделить кого-либо не могу. Забавно, но и в телевиках прямо колоссально заметной разницы нет. Иногда она прямо бросается в глаза. А тут видно конечно, что 7 Pro порезче. Но не кардинально. Всё-таки у него и разрешение пониже. И трёхкратный зум тут не совсем честный. Как итог, прямо огромной разницы нет. Причём даже при недостаточном освещении. Что меня, честно говоря, удивило. Кадры с ширика так вообще копия. Иногда есть небольшая разница в цветопередаче. Чёткость же абсолютно идентична. Меня это не удивляет. Сами модули одинаковые, прошивки последние. Так что тут всё вполне предсказуемо. Радует наличие у обоих автофокуса. Резкость для ширика в целом приемлемая. В общем, при хорошем освещении телефоны равны. Никого выделять не буду. Даже касаемо телемодуля. Фронтальная камера на прошке сделала чуть более резкие кадры в ясную погоду. Выбирал самые чёткие снимки. 7T всё равно чуть похуже. В помещении кадры неотличимы. Фото достаточно мягкие и мне вполне нравятся. В портретном режиме та же история. И тут скажу, что не хватает режима постредактирования. Как на том же Xiaomi. И фон не сменишь, и размытие не снизишь. А иногда хотелось бы. Это минус. Портретный режим основной камеры одинаковый. И мне не понравился. Грани неаккуратные, постредактирования нет. Фон отделён слишком резко. Причём это касается и портрета с телевика, и с основной камеры. Вантлас тут не порадовали. При съёмке ночью в авторежиме хотел бы я увидеть разницу, но снова нет. И уличные фотографии, и в торговом центре, как под копирку. Если не смотреть профайл, невозможно понять, где снимал 7T, а где 7 Pro. Настолько эти снимки похожи друг на друга, как по резкости, так и по количеству шумов. То же самое и с шириками в авторежиме. Тут детализация уже, конечно, хромает. Чёткости картинки не достаёт. У вас ещё есть надежда найти отличия в ночном режиме? У меня нет. И так оно и есть. Совершенно одинаковые кадры. Иногда то один, то другой выдают чуть больше шума, чем хотелось бы. Но в целом, дай вам вслепую эти снимки, вы совершенно точно не поймёте, кто здесь кто. Радует возможность снимать в ночном режиме наш ширик. Благодаря этому ночью он не бесполезен. Кадры, конечно, лучше не кропать, но смотрятся они эффектно. В общем, по камере 7T на 95% равен 7 Pro. Небольшая разница только в зум-объективах. Да и то не такая, как я того ожидал. Видео смартфоны снимают вплоть до 4К 60 фпс. Цифровой стаб работает в 1080p и 4К 30 фпс. Переключаться на ширик прямо в процессе съёмки можно только в 1080p. Продолжаем тест OnePlus 7 Pro против OnePlus 7T. На этот раз съёмка в 4К 30 фпс. Продолжаем тест OnePlus 7 Pro против OnePlus 7T. На этот раз съёмка в 4К 30 фпс. Следующий тест OnePlus 7T против OnePlus 7 Pro. Съёмка в 4К 60 фпс. Следующий тест OnePlus 7T против OnePlus 7 Pro. Съёмка в 4К 60 фпс. Продолжаем тест. На этот раз съёмка ночью. OnePlus 7T против OnePlus 7 Pro. Продолжаем тест. На этот раз съёмка ночью. OnePlus 7T против OnePlus 7 Pro. Посмотрим, как при таком освещении записывается картинка и как хорошо работает стабилизация. Что касается беспроводных интерфейсов, аппараты отлично ловят 4G+. Имеют Bluetooth 5.0 и 2-диапазонный Wi-Fi. Никаких проблем с GPS ни на одном из них я не выявил. У обоих есть и NFC для бесконтактной оплаты. Ну и как говорил ранее, беспроводной зарядки тут нет. Кстати, ещё добавлю по поводу Vibro. Оно очень приятное у обоих. Ни там, ни там я его не выключал. Но на 7 Pro моторчик ощутимо мощнее. На 7T мне его немного не хватает. Давайте обобщим. OnePlus в этот переходный период ставит покупателя в крайне тяжёлое положение. 7T очень близко подобрался к предыдущей прошке. И при этом сейчас стоит дешевле. У обоих топовое железо. Классные стереодинамики. Причём у 7T даже более громкие. Быстрая зарядка. Качественные корпуса и 90 герцовый дисплей. Недостатки снова одни и те же. Нет беспроводной зарядки. Нет нормального Always On и диода уведомлений. Кому-то может не хватить миниджека. Автономность пока не то чтобы очень хороша. Но думаю это заслуга 10-го Android. Мне уже кажется, что 7T живёт последние дни вполне нормально. А через месяц, думаю, все баги новой прошивки устранят с обновлениями. Даже камеры по итогу идентичны. Если только вы с лупой не будете разглядывать каждый сантиметр снимка. Из более-менее заметного разница в качестве дисплеев. У прошки он повыше классом. Но всё равно с ложкой ёгтя в виде изогнутых бликующих краёв. Да и при повседневном использовании разница не то чтобы сильно заметна. Так какой выбрать? Я честно говоря сам голову сломал. Если не смущают изогнутые края и габариты прошки, можете доплатить и купить её банально из-за вау-эффекта почти без рамочного дисплея. Плюс он тут повыше качеством. Но ещё раз, готовьтесь пользоваться лопатой с бликующими краями. Лично мне тэшкой пользоваться банально удобнее из-за чуть меньших габаритов и плоского дисплея. Хотя вау-эффекта подобного 7 Pro она всё-таки не вызывает. Наверное, я бы сэкономил 100 долларов и взял её. Собственно, продавать сейчас я буду именно 7 Pro. Но тут выбор прямо ну совсем не очевидный. Слишком уж это похожие друг на друга аппараты. Напишите в комментариях, какой больше нравится вам. Посмотрим, кого больше. Можете также посмотреть сравнение Mi 9 Lite и Redmi Note 8 Pro. Или обзор колонки от LG с Алисой. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok